Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба Мракопедии Носферату Ктулху и Ко. Всем привет. Меня зовут Костя. Сразу оговорюсь, что я не какой-то там охотник за привидениями, но в подобные байки никогда не верил, никогда подобным не увлекался и потому понятия не имею, почему эта история приключилась со мной. На самом деле я самый обычный чувак, живущий в самом обычном городе и ведущий самую обыкновенную жизнь. Я долго не решался выставить эту историю на суд большой публике, в основном по двум причинам. Во-первых, очевидно, что мало кто мне поверит. Во-вторых, на всём её протяжении, особенно в самом конце, я выгляжу, простите меня, идиотом. Прошу извинить за возможные пробелы. Если я что-то упустил, то, скорее всего, отдельные моменты просто вылетели из памяти. Ну или по личным причинам мне захотелось о них умолчать. Да и в целом, особо я не рассказчик, поэтому изложу, как получится. Пожалуй, начать следует немного издалека, потому что история нуждается в небольшом предисловии. Как я уже сказал, я довольно заурядный чувак, и не сказать, что в моей жизни много всяческих увлечений. Но есть одно, которое мне действительно нравится. Это пеший туризм. Ещё в детстве родители пихнули меня в секцию местных бойскаутов, и я понемногу втянулся. Ну а какому подростку не нравится возиться с палаткой и ночевать у костра? Каким-то выдающимся тревел-блогером или крутым экстремалом я в итоге не стал, но моё хобби переросло и школьные, и институтские годы. Я и сейчас плохо представляю себе выходные без рюкзака за плечами, но тогда это была настоящая страсть. Самое главное, я был такой не один, ведь именно в этой среде я и обрёл первых настоящих друзей. У нас сложился целый клуб единомышленников, своя маленькая тусовка. Там всё было серьёзно, свои шуточные настоящие правила, свои локальные мемы, своё крутое название. Как же без него? Своя группа в WhatsApp. Там я и познакомился... давайте назовём его Андреем. Андрей стал моим лучшим другом, и он был по-настоящему крутым походником. В одиночку прошёл весь Лопатинский хребет за пять с половиной дней туда и обратно. Наверняка вам это название ни о чём не говорит, но в нашем Ухостранском районе Зажопинской области считается довольно сложным маршрутом. Андрюха каждые выходные звал меня в какие-то ебеня и мог спустить всю зарплату на походную снарягу. Про таких говорят... чел немного безумный, а слишком уж удержим своим делом. Конечно, наше общение быстро перешло за пределы туристической тусовки. Сейчас, когда я вспоминаю те славные времена, всегда и везде рядом оказывался Андрюха. Вместе мы обкатывали его первую машину, купленную в кредит. Вдвоём провалились подлёты на нашей первой рыбалке. Плечом к плечу махались с гопниками на какой-то дискотеке, и оба тогда получили по щам. А позже сидели ночью в обезьяннике. Опять же вдвоём. В общем, Андрей был замечательным другом. Был, потому что он погиб около года назад. Они поехали на какую-то треклятую гору, и его автомобиль закрутило на скользкой дороге, а затем бросило под грузовик. Андрей погиб, а вместе с ним и Алёна. Симпатичная миниатюрная брюнетка, с которой они уже полгода ходили под ручку. Это событие брушилось как лавина и сбило нас с ног. Ведь в нашей беззаботной, безбашенной молодости это был первый раз, когда мы так явно столкнулись со смертью. С некой неумолимой силой, которая окончательно подводит черту, за которую всё сделанное становится необратимым. С тех пор между нами всегда витала память об ушедшем друге, а вместе с ней осознание, что так, как раньше, уже не будет. Мы стали видеться реже, и выходы на природу почти прекратились. Переписка понемногу сошла на нет. Наверное, всем нужно было время и собственный способ пережить это. Поэтому я почти не удивился, когда однажды достал телефон и увидел, что кто-то вышел из нашей группы в WhatsApp. Под каким-то предлогом, сопровождая это сухим извинением, за ним последовал ещё кто-то. Потом ещё. Так, в группе остались лишь двое участников. Я и Андрей. С этого всё и началось. Однажды ночью я резко проснулся. Дисплей телефона показывал три часа. А ещё зелёным огоньком светилось уведомление. Это было сообщение в туристической группе от единственного участника, который мог его написать. «Костя, выходи. Я внизу». Сонный, еле шевеляющий мозгами. Я в тот момент едва соображал, кто и зачем мне пишет посреди ночи, поэтому смог ответить что-то в духе «что, куда, зачем». На шапке экрана забегали многоточие, и следующим сообщением выдало. «Костя, какой этаж? Я поднимусь». Кажется, было что-то ещё, и я даже пытался что-то ответить. Однако, проснувшись утром, уже ничего не мог вспомнить. На следующий день чат был пуст, как ему и положено было быть. А я решил, что всё произошедшее мне приснилось. Возможно, так и было. Однако, на этом, как вы понимаете, всё не закончилось. В какой-то из дней я засиделся за компьютером допоздна. Надо было срочно сдавать проект, а у меня там и конь не валялся. Поэтому я взял часть работы на дом. Снова было около трёх часов ночи, когда телефон на столе завибрировал, просигналив о новом уведомлении. Я долго не обращал на него внимания, а когда, наконец, решил посмотреть, что такое во мне там пришло, передо мной открылась зелёная рамочка мессенджера, а в ней новое сообщение. «Костя, выходи. Я внизу». Я застыл, как парализованный, тупо смотрел на экран, пока тот не погас. Снова включил, однако сообщение никуда не исчезло. С аватарки счастливо улыбаясь, махал Андрюха. Он стоял на фоне безымянного водопада, на который мы ездили в прошлом году. Помню, он ещё утопил где-то там свою шапку. На ватных ногах я поднялся со стула и медленно прошаркал к окну. Квартира окнами выходила на маленький дворик с беседкой и детской площадкой. Дворик хорошо освещался, и сверху всё было видно, как на ладони. Я отодвинул шторку и посмотрел вниз. На улице никого не было. Тогда я вернулся за стол, сел и быстрыми движениями пальцев набрал сообщение. Андрей, это ты? Естественно, это не мог быть Андрей. Потому что я сам был на похоронах и видел Андрея, лежащему в гробу. Видел его бледное, заострившееся лицо и серые лацканы пиджака, в котором он смотрелся как-то нелепо. К слову, это был первый и единственный раз, когда я видел его в костюме. Не в старой растянутой майке, не в походной ветровке или небрежной рубашечке в клетку, а в строгом костюме. И осознавать это было ужасно. Ведь это должно было случиться на его свадьбе, на дне рождения его сына или дочери. Но только не так, как случилось в итоге. Ответа не было, я уже хотел убирать телефон, когда наверху экрана забегали многоточия, показывая, что кто-то на той стороне начал набирать сообщения. Тут-то, как говорится, кирпичи из меня и пошли. Я вскочил и резким движением отбросил телефон в сторону, успев прочитать только «Костя, какой этаж? Я поднимусь». Затем бросился к двери, вцепившись в дверную ручку. Дрожащими руками проверил замки. К счастью, со мной не случалось такого, чтобы я забывал их закрыть. Честно признаюсь, меня основательно так проняло, и никакие разумные аргументы не могли меня успокоить. Точно вам говорю, что хорошо быть скептиком, пока сам не оказываешься в подобном дерьме. Я припал к золотистому ободку дверного глазка. Хотя прекрасно знал, что ничего не увижу. Почему-то, в отличие от придомовой территории, свет в нашем подъезде никогда не работал. И на лестницах всегда была темень, что в кротовой заднице. Как и ожидалось, мой взгляд встретил только колючую темноту. Я всматривался и вслушивался, но не различал ничего. А воображение тем временем рисовало страшные картины. Темнота была совершенно непроницаема, и чем дольше я стоял так, тем сильнее у меня складывалось ощущение, что кто-то с той стороны также припал к дверному глазку и смотрит в ответ. Той и ночью я поступил так, как обычно не делают в фильмах ужасов. Не стал никуда выходить и ничего проверять, а просто позвонил в полицию. Дежурному соврал, что в квартиру ломится какой-то неадекват. Приехавшие патрульные, живые разговоры и понятная ситуация. Все это немного меня успокоило, и мне удалось заснуть. И да, ничего необычного полицейские, конечно же, не нашли. К телефону я приблизился только на следующий день. Переписка никуда не исчезла. Напротив, группа была просто засыпана стрёмными сообщениями. Костя, я вижу тебя. Не прячься. Костя, это я. Костя, здесь небо поломано. Костя, Костя, оно хочет забрать мои ноги. Мне страшно. Оно слушает. Оно ходит за мной. Костя, у него нет лица. Огни горят. Я вижу их в темноте. Ты здесь, Костя. Пойдём со мной. Костя. 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 Последнее сообщение датировалось 5 часов 9 минут, после чего собеседник, по всей видимости, оставил попытки до меня достучаться. Даже при дневном свете я чувствовал, как ледяные иглы проникают под ребра, пока читал всю эту белиберду. Однако я ведь ещё не рехнулся, верно? Я постарался взять себя в руки и хорошенько подумать. Конечно же, это не был Андрей. После непродолжительных размышлений я заключил, что дело в телефоне. Нет, не в том, что я подхватил какой-то экзотический вирус, а в самой обычной потёртой самсунговской трубке Андрея. До того момента я как-то не задумывался о судьбе личных вещей покойных. Какие там бюрократические цепочки они проходят и кому их возвращают в итоге? Логично, что родственникам. Но телефон мог потеряться где-то в дороге и попасть в руки какого-то недоумка. А тот решил таким образом меня разыграть. Не знаю, что у человека должно быть на уме, но у него получилось. Я мог бы проверить свою теорию, вот только единственными близкими людьми Андрея были его родители, которые жили в другом городе, и их контактов у меня не было. Я пытался позвонить, но телефон ожидаемо оказался выключен или вне зоны действия сети. Ничего не оставалось, как оставить предполагаемому мудаку сообщение. Давай так. Я без понятия, кто ты такой, но знаю, что это телефон моего погибшего друга. Поэтому или бери трубку, и мы поговорим, или я пишу заяву в полицию. Пожалуй, звучало не слишком внушительно. Однако с чувством выполненного долга я успокоился и посвятил остаток дня бытовухе. Ночью, будто предчувствуя что-то, я проснулся за пару секунд до того, как телефон прозвенел коротким сигналом. В группе WhatsApp ждало сообщение. Костя, это я. Сон как рукой сняло. Я щелкнул по выключателю и сел на кровати. Признаюсь, мою недавнюю самоуверенность как ветром сдуло. Я долго медлил, прежде чем набрать сообщение. «Андрей, привет! Ты тут?» Молчание. «Андрей, где ты сейчас? Что происходит?» Молчание. «Андрей, скажи что-нибудь!» На той стороне, наконец, начали набирать сообщения и писали что-то довольно долго. Затем наступила тишина. А после в группу одна за другой посыпались фотографии. Я закономерно окирпичился до такой степени, что почувствовал, как сердце подпрыгивает до самого горла, пока на экране крутилось колесико загрузки. Я ожидал увидеть что-то неимоверно жуткое, даже сам не знаю что, но в группу насыпало каких-то бессмысленных ночных снимков. На таких, где слабая вспышка камеры едва освещает клочок земли под ногами и на которых абсолютно ничего не разглядеть. С замиранием сердца я пролистывал их одну за другой. Единственное, что можно было понять – все они сделаны в лесу. По крайней мере, в кадре всегда высвечивался участок травянистой растительности или какая-нибудь ветка. На однотипных фронтальных снимках мелькали то ствол покореженного дерева, то веточка хвои, то просто темнота или какие-то заросли. Все снимки были сделаны хаотично и явно в спешке, большинство смазанные. Как будто фотограф использовал не столько камеру, а сколько вспышку в качестве источника света. Таких фотографий пришло в группу больше десятка, и от пары из них мне сделалось нехорошо. На первой была какая-то поляна, где в темноте угадывались очертания высокой человеческой фигуры. Впрочем, было слишком темно, чтобы утверждать что-то наверняка. Это мог быть дефект снимка или какая-нибудь коряга, к примеру. А вот и на второй, на второй фотографии Андрей или тот, кто выдавал себя за него, попытался сделать нечто вроде селфи. Вот только в кадр попали только кусочек лба и широко распахнутый глаз. К тому же фото получилось просто ужасным по качеству. Кожа, обеленная вспышкой камеры, напоминала сплошное белое пятно, а лицо так растянуло по кадру, что оно походило на размазанную по сковородке глазунью. Узнать кого-то на такой фотографии было совершенно невозможно. А вот получить сердечный приступ посреди ночи – вполне. Костя, я здесь. Оно хочет смотреть. Этого хватило, чтобы я выключил телефон и прекратил разговор. Переписку я показал паре хороших знакомых из нашей туристической группы. Изложил всё как было, а после смотрел на их офигевшие лица. Они не смогли мне чем-то помочь, лишь поддержали мои первоначальные подозрения. Тупой розыгрыш, пранк. А ещё дали самый верный совет из возможных – удалиться из группы и заблокировать номер. Андрей умер, – говорили они, похлопывая меня по плечу. А это какой-то бред. Они были полностью правы, однако я не мог заставить себя так поступить. Ведь сообщения продолжали приходить в группу, а вместе с ними крохотный червячок сомнений подтачивал меня изнутри, зарождая в голове абсурдную и совершенно невозможную мысль. Что если мой лучший друг всё-таки жив? Что если ему нужна помощь? На это наталкивал тон сообщений, который с каждым днём становился мрачнее. Только не думайте, что я не пытался ничего предпринять. Это не так. Однако все мои попытки наладить какой-то разумный контакт разбивались в непреодолимую стену, очень напоминавшую безумие. Как будто Андрей окончательно и бесповоротно сошёл с ума. Как правило, попытки построить разговор заканчивались одинаково. Андрей еле отвечал не в попад, или вовсе вёл какой-то свой собственный монолог. К примеру, на расспросы о том, где он находится, он обычно отвечал. В темноте. Здесь небо разломано. Мне страшно. Я вижу огни. На вопрос о том, как мне ему помочь, мог ответить что-то вроде «Я хочу твои ноги. Пойдём со мной». Холодно. Кто-то дышит в земле. Конечно, можно было позвонить на номер ночью, единственное время, когда проклятый телефон не был выключен. Я делал это. Но, несмотря на то, что Андрей исправно засыпал наш чат сообщениями, трубку он почему-то не брал. Сейчас я несказанно этому рад. Не хочу даже думать о том, что я мог там услышать. Хватило мне того леденящего ожидания, в котором я просиживал ночные минуты, считая гудки. Пожалуй, хуже были только видеозаписи. Да, было и такое. В переписке, если это можно было так назвать, Андрей вёл себя хаотично, и я довольно скоро перестал улавливать хоть какую-то логику в его действиях и словах. Он мог внезапно заспамить группу фотографиями с чёрным экраном. Но иногда прилетали и короткие видео. Большинство из них были тоже бессмысленными. Например, такое, где Андрей просто в течение 10 секунд шёл по кустам, держа перед собой камеру. Но были записи и более содержательные. Точнее, всего таких записей было три. На них были странные вещи. Я бы даже сказал, очень странные вещи. Но то есть это сейчас, мне так кажется. В то время мне казалось, что они были жуткими. Да, вот прям для меня они были действительно жуткими. И даже несмотря на это, я смотрел и пересматривал их дорези в глазах, пытаясь докопаться до сути, уловить какие-то незначительные подсказки, отчего помню их в мельчайших подробностях даже сейчас. Вот они, по порядку. Видеозапись номер один. Первая видеозапись начинается с неподвижной камеры, направленной на широкую ночную поляну. Кто-то, по всей видимости сам Андрей, сидит на земле и держит телефон с камерой перед собой. Чувствуется, что руки у него мелко дрожат, потому как изображение подёргивается и временами теряет фокусировку. За его спиной угадывается такой же поддрагивающий и неровный источник света. Наверное, костёр или факел, который даёт слабое освещение. На фоне слышно дыхание Андрея. Оно хриплое и тяжёлое, даже какое-то больное. Как будто у него пневмония. Честно сказать, я его не узнаю, но не придаю этому большого значения. Так вот, Андрей сидит и снимает эту поляну. Это длится примерно минуту, в течение которой ничего, собственно, не происходит. Слышно только вот это похрипывание. На самом деле оно неприятно и почти сразу начинает раздражать. Я уже собираюсь прервать запись, когда что-то меняется. Это понятно как раз по изменившемуся дыханию. Оно вдруг делается прерывистым и частым, а камера начинает ходить ходуном, так что ни черта становится не разглядеть. Без объяснений понятно, что Андрея что-то напугало, но невозможно разглядеть что. Когда же он чуть успокаивается, и изображение становится чётким, то в темноте, на самом краю поляны, мне удаётся разглядеть очертания человеческой фигуры. Поначалу я принимаю её за высокое дерево. Вот только она приближается, и скоро я уже не сомневаюсь, что это человек. Он голый по пояс, высокий и очень худой. В темноте нелегко уловить каких-то деталей, да и Андрей трясёт телефоном как ненормальный. Но мне удаётся заметить, что голова незнакомца опущена на грудь, а затылок какой-то узкий и вытянутый. Впрочем, это не самая стрёмная деталь. Самое стрёмное в том, что он идёт к Андрею спиной вперёд. Причём не идёт в привычном смысле этого слова. А так. Делает шаг и замирает, застыв на месте на несколько долгих секунд. Потом ещё шаг. Опять замирает. Шаг замирает. Шаг замирает. Приближается очень медленно. Но тем не менее, приближается. Вот это вот зрелище, такое неспешное и напряжённое, что мне делается как-то хреново. Чувствуется, что Андрей вовсе боится его до усрачки. Но вместо того, чтобы броситься на утёк, зачем-то продолжает сидеть и снимать. Когда Тощий подходит ближе, становится лучше видно его отталкивающую худобу. Выступающие острые лопатки и позвонки. Обтянутые серой пергаментной кожей тоненькие руки, безвольно свисающие вдоль тела. Незнакомец доходит примерно до середины поляны, когда телефон выпадает из рук Андрея, и видео обрывается. Видеозапись номер два. На втором видео тоже ночи, в кадре какое-то подобие чаши, выложенной из камней и наполненной водой. Недалеко горит костёр. Его не видно, но на поверхности воды пляшут от блески пламени, да и в целом довольно светло. Андрей зачем-то долго снимает эту вот чашу, а потом поднимает камеру вверх. Вероятно, этим он хочет показать что-то наверху. Наверное, ночное небо. Вот только камера простенького телефона не способна на такие изящества, поэтому несколько секунд я просто пялюсь в черноту на экране. Затем Андрей снова показывает чашу с водой. Потом опять небо. Он делает это несколько раз, и в какой-то момент я всё-таки замечаю. Возможно, это тучи рассеялись. Или Андрей как-то удачно поймал фокусировку, но я вижу, как на поверхности воды начинают отражаться россыпь звёзд. Он снова уводит камеру в темноту. А когда возвращает, то я вижу, что звёзды в отражении движутся. То есть сначала мне кажется, что это подёрнулась водная гладь. Но нет. В свете костра она неподвижна. Блестящие точки медленно плывут по воде вдоль краешка чаши соединяются друг с другом, образуя светящийся водоворот. Я пытаюсь выглядеться получше, но камера снова уходит. А когда возвращается, мне кажется, что звёзд стало больше, и все они продолжают кружиться, закручиваясь в мерцающую бледным светом спираль. На этом запись заканчивается. Видеозаписи номер три. Третье видео не такое криповое, как два предыдущих, а зато довольно безумное. На нём какая-то самодельная кукла в полный человеческий рост. Кажется, она набита соломой или травой, а её голова представляет собой дурно обтёсанный кусок полена. На этом самом полене некто пытался намалевать женское лицо, но получилось не просто халтурно, а откровенно ужасно. Улыбка напоминала кричащий распахнутый рот. Глаза расположены несимметрично, один больше другого. Вместо носа зияет чёрная дырка. Кукла лежит на земле, а Андрей обходит её и снимает со всех сторон. То приближает, то отдаляет камеру, снова возвращается на прежнее место и продолжает снимать. Потом он наклоняется к ней и очень тихо произносит «Алёна, вставай». Затем Андрей переводит камеру на её лицо и, видимо, с силой давит кукле на грудь. На обратном движении уши режет пронзительный виск, от которого я буквально подскакиваю на месте. Он шёпотом повторяет «Алёна, вставай!» И звук повторяется. Я запоздала догадываюсь, что в груди у куклы, наверное, игрушечная пищалка, хотя, пожалуй, целая пожарная сирена. Всё это действие повторяется ещё несколько раз перед тем, как запись заканчивается. Как я уже говорил, я бесчётное количество раз пересмотрел эти стрёмные видео, да только всё без толку, поэтому я не знаю, как их комментировать. Честно сказать, две с половиной недели, в течение которых длился весь этот трэш, я ни на шаг не приблизился к разгадке. Единственное, в чём я понемногу убеждался, всё это слабо походило на розыгрыш. С другой стороны, а что я мог сделать? Обратиться в полицию? Смешно. Отыскать родителей Андрея и завалиться к ним с этой вот стрёмной перепиской? Даже думать о таком не хотелось. Обратиться к каким-нибудь экстрасенсам и колдунам? Стыдно признаться, но да, я так и поступил. Отличный, блять, вариант. Самое интересное, что некоторые из них мне вообще не поверили, решив, что я таким образом пытаюсь их как-то потроллить. А от других я наслушался такой дикой кринжатины, что и вспоминать не хочется. Даже не знаю, чем всё бы закончилось, если бы Андрей в конце концов не исчез. Да, вот так просто. Он просто перестал выходить на связь, и всё закончилось. Несколько ночей подряд я ещё просыпался, с тревогой хватаясь за трубку, но затем меня отпустило. Телефон абонента окончательно перешёл в статус «Выключен» или «Находится вне зоны действия сети». С горечью, но одновременно и с неким внутренним облегчением я осмирился со сознанием, что бы там ни происходило и не происходит сейчас, оно перешло черту, за которой я уже не способен ни на что повлиять. Я, наконец, отпустил друга с миром и сделал то, что давным-давно следовало сделать. Удалился из группы и истёр все эти чёртовы файлы. Как бы это сказать? Конечно, я понимал, что даже с паранормальной точки зрения тут что-то не складывалось. Взять хотя бы сообщение из самых первых. «Костя, какой этаж?» «Я поднимусь». Само собой, Андрей прекрасно знал, где я живу. Допустим, он действительно приходил ко мне ночью, а значит, помнил мой адрес. Тогда почему вдруг забыл этаж? Или вот это хрипящее дыхание. На всех видеозаписях его было отчётливо слышно. Я не какой-то специалист по чертовщине, но призраки вроде не дышат. Эти и некоторые другие вопросы так и остались бы без ответа, если бы не события, произошедшие после. Ведь по простыне текста снизу вы наверняка догадались, что история не заканчивается. Более того, она имеет самый неожиданный эпилог. Знакомый товарищ из тех, кому я показывал переписку, как-то постучался в личку и со словами «Ты охренеешь?» кинул мне ссылку на местный новостной выпуск. Я перешёл по ней, прочитал и действительно охренел. Место, где разбился Андрей, это довольно безлюдный участок шоссе возле леса, по которому редко кто ездит и рядом с которым никто не живёт. Так вот, какие-то две молодые девчонки приехали туда отдыхать. Посидите на полянке, позагорать, но главным образом напилить фоточек себе в Инстаграм. Ну, как они обычно любят, сидя с задницей на дороге и трогая свои волосы. И вот занимаются они этим делом, как вдруг из леса доносится жуткий стон. Девчонки ничего не понимают, крутят головой из стороны в сторону, прислушиваются. Может, кто заблудился и на помощь зовёт. Как вдруг из леса выбегает и несётся в их сторону какое-то... существо. Пожалуй, не существо, а всё же человек, но очень уж жуткий. Маленький, лысый, в каких-то рваных обносках. Ко всему прочему, передвигается он на четвереньках, причём быстро так, как животное. Несётся к ним с бешеной скоростью, вот с этим подвывающим звуком. Я, конечно, над девками зря посмеялся. Тени растерялись, а пули метнулись к машине и рванули оттуда на всех парах. Я бы от такого зрелища, возможно, и в обморок хлопнулся бы. По дороге они остановили машину гаишников и всё рассказали. Те, естественно, им не поверили. Однако, приехав на место, обнаружили того самого чувака, копавшегося в сумочке одной из девчонок. Голум-грабитель увидел подоспевшее подкрепление и драпанул в лес. Менты за ним. Поймать его не смогли, зато нашли кое-что другое. Место, где он обитал. По всей видимости, долгие годы. В общем, как бы это сказать? В лесу жил какой-то чувак. Кто он? Выяснить так и не удалось. Из всех личных вещей в его логове обнаружили только телефон. А ещё 70-литровый походный рюкзак Андрея, два мощных пауэрбанка на 30 тысяч ампер час, арктический термос, два охотничьих ножа, фальшфейр, компас, мультитул, термокружку и подобную тому мелочь. Сейчас я думаю, что в момент ДТП рюкзак выбросило из салона и его не нашли либо просто не стали искать. Зато его обнаружил человек, живущий в лесу. Каждую ночь он писал и отправлял мне сообщение с телефона Андрея до тех пор, пока батарея и оба внешних аккумулятора окончательно не разрядились. Андрюха никогда не ставил пароли, а в телефоне фотографии, контакты, а где-то в заметках наверняка был записан мой адрес. Кто он такой, я понятия не имею. Полиция вообще не проявила к нему интереса. Ну, дескать, ничего откровенно ужасного этот поехавший не совершил, а из-за отобранной сумочки прочесывать тайгу никому не хотелось. Заподозрить его было не в чем. В окрестностях его жилища не пропадали люди, массовых захоронений там тоже не обнаружилось. Ничего такого, о чем начинаешь думать после таких новостей. Обычный поехавший бегающий по лесу на четвереньках. Компетенция несколько других служб, которым собственно тоже было плевать. Новость, конечно, навела небольшую шумиху в местном сообществе, но и она быстро улеглась. Разве что логово этого голума, как его прозвали у нас, стало чем-то вроде местной достопримечательности. Я тоже там был. Маленькая землянка и куча самоделок из птичьих костей и перьев, развешанных по деревьям. Судя по всему несчастных пернатых он и жрал все время, пока жил в лесу. Я даже нашел каменное сооружение, очень походившее на ту чашу из присланной видеозаписи. Правда, в ней не было ни воды, не плавающих звезд, только мусор и еловые иглы, скопившиеся на донышке. Глина, скреплявшая камни, растрескалась на солнце, и чаша начала разваливаться на обычные речные булыжники. На этом можно бы и закончить. Вот только меня не оставляют вопросы. Что это, мать его, было? Почему из всех контактов этот чувак писал только мне? Это была ловушка или наоборот такая своеобразная просьба о помощи? Если так, то что с ним случилось и чего он боялся? О видеозаписи. Тущий человек на поляне и звезды в воде. Я ведь сам это видел. И это как-то слишком сложно для постановы. Да что-то я сомневаюсь, что тот чел из леса слово такое знает. Ну и последнее, без чего я бы вообще решил, что все произошедшее сплошная психиатрия и не стал бы ничего тут писать. Как уже говорил, на местном уровне история бросла слухами, один офигительнее другого. Трепались то про летающие тарелки над лесом, то про секту каких-то сатанистов. Такие истории гуляли по форумам, чатам, где я и нашел одну, настолько нелепую, что даже тамошние сталкеры ее засмеяли. Хотя рассказывал какой-то возрастной солидный пенсионер. Он с женой поехал в лес по грибы, недалеко от того самого места. В какой-то момент супруги разошлись и потеряли друг друга из виду. Дедуля испугался и стал звать жену «Алена! Алена!» Походил, покричал, потом слышит какой-то шум и приближающийся треск веток. Ну и идет туда. А из леса ему навстречу выходит полено. Вот так и сказал. Полено в женской одежде с нарисованным очень жутким лицом. Дед хлопнулся в обморок. Жена нашла его минут через десять. На форуме над дедом лишь посмеялись. Сказали, что это был лось и что пить надо меньше. Продолжение следует...